Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. Apple приостановил продажи своей техники в России. Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут работать с перебоями. Ученые создали биогибридную рыбу из клеток сердечной мышцы. Об этом не только в ближайшие минуты. Apple остановила продажу техники в России. Как сообщает Reuters, компания предприняла такой шаг, выражая протест против действия российского правительства в отношении Украины. Таким образом, Apple прекратит продажи iPhone и другой техники, а также ограничит действующим пользователям ряд сервисов. На российском сайте компании уже невозможно сделать заказ. По данным ТАСС, экспорт гаджетов Apple российскими дистрибьюторами остановили еще на прошлой неделе. Ранее также сообщалось, что оплата через Apple Pay может проходить с перебоями. Тем временем, Центробанк порекомендовал россиянам использовать банковские карты вместо сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Из-за введенных санкций против ряда российских банков их клиенты не смогут оплачивать покупки с помощью смартфона. Напомним, пока речь идет о банках, которые попали под наиболее жесткие ограничения. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и Открытие. Для держателей их карт функции Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в данный момент недоступны. Также платежи могут не проходить, если посттерминал, то есть устройство оплаты или онлайн-магазин, обслуживаются одним из вышеперечисленных банков. Перейти на другие способы оплаты порекомендовали и сервисы такси. О перебоях оплаты с помощью смартфона в своем официальном Телеграм-аккаунте предупредила компания City Model. Аналогичное сообщение от Яндекс.Гол передало агентство ТАСС. Ученые создали биогибридную рыбу из клеток сердечной мышцы человека. Это робот, который может месяцами плавать автономно, пока бьются клетки. Издание New Atlas называет этот проект причудливым шагом на пути к выращиванию новых функционирующих сердец для трансплантации. По словам ученых из Гарварда и Университета Эмори, конечная цель данного исследования – создание искусственного сердца для замены органов с патологией у детей. Большая часть работы по созданию сердечной ткани или сердец, включая некоторую работу, которую мы проделали, сосредоточена на воспроизведении анатомических особенностей или воспроизведении простого биения сердца в инженерных тканях. Это уже не первый робот из сердечных клеток, которого создают исследователи. Ранее им удалось сделать ската из клеток сердца крыс. Робота можно было управлять с помощью световых импульсов. Новый же сердечный робот-рыба уже может двигаться самостоятельно. Дело в том, что у нее есть слой сердечных клеток с каждой стороны хвостового плавника, которые сокращаются и растягиваются. Каждый раз, когда мышца растягивается или сокращается, она открывает белковый канал, чувствительный к движению. Он запускает противоположное движение. Узел, похожий на кардиостимулятор, помогает поддерживать частоту и ритм на правильном пути, создавая непрерывную замкнутую систему. Таким образом, робот-рыба может плавать самостоятельно более сотни дней. При этом, по мере созревания клеток сердца, координация мышц, амплитуды сокращения и скорость плавания рыбы увеличивались. В итоге биогибрид смог плавать так же быстро и эффективно, как живая рыбка Данио. Исследователи Корнельского колледжа вычислительной техники и информатики придумали необычное устройство, которое распознает едва слышный шепот. Хотя спич-ин и распознает шепот, он не слышит его, а видит. Устройство с помощью инфракрасной камеры считывает движение кожи на шее и лице. Поэтому пользователь может вообще не произносить звуков, а только шевелить губами. На сегодня гаджет распознает полсотни команд на английском и китайском языках. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24. Будете в курсе всего самого интересного. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!